Запись включена. Еще раз всем добрый вечер. Если кто-то смотрит записи, давайте начинать. У нас сегодня открытый урок курса архитектура и шаблоны проектирования. И тема нашего открытого урока это брокеры сообщений RabbitMQ и Kafka. Так, запись включена. Со слышимостью и видимостью разобрались. Меня зовут Непомнящий Евгений. Я Java и Kotlin разработчик. Сейчас работаю в Sense IT. Что нам сегодня предстоит? Ну, для начала небольшое знакомство и рассказ о BOTUS. Потом блок по RabbitMQ, который закончится от демо. И блок по Kafka, который тоже закончится небольшим демо. Поговорим про команду курса, поговорим о курсе. Небольшая карьерная информация и в конце, как у нас обычно бывает, небольшая рефлексия. Напишите, пожалуйста, в чатик, как вас зовут, откуда вы, ваш опыт работы в IT и с какой целью вы записались на занятие. Просто посмотрите, или, может быть, хотите понять, как проходит занятие в BOTUS или еще что-то. Я подожду минутку и пойдем дальше. Нас не зовут. Мы сами приходим. Окей. Евгений не звали. Он пришел сам. Колени. А остальные как зовут? Если ник какой-то экзотический. Ну, окей. Пишите, а мы пока пойдем дальше. Правила нашего сегодняшнего открытого урока, вебинара. Активно участвуем. В реальном занятии мы используем другую платформу. Мы используем Zoom. Там, соответственно, можно общаться голосом. Здесь у нас платформа, в которой можно общаться только через чат. То есть вы можете вопрос создавать только текстом. Соответственно, не стесняйтесь эти самые вопросы задавать. Если я вдруг какой-то вопрос пропущу, то не стесняйтесь, пожалуйста, мне об этом напомнить. Постараюсь на все ответить. Итак, наш первый сегодня блог – это блог об ОТУС. Что такое ОТУС? Зачем он вообще говоря нужен? ОТУС, как несложно догадаться, специализируется на обучении в IT. ОТУС – это такой Uber, который соединяет вместе преподавателей-студентов. Причем преподаватели – это обычно люди, которые где-то работают в IT. И в ОТУСе просто на какую-то там долю ставки преподают. То есть я днем где-то работаю, вечером, иногда, когда есть занятия в ОТУСе, я что-то читаю. То есть я не профессиональный преподаватель, я просто IT-шник, который в свое свободное время зарабатывает дополнительные денежки, читая лекции, проводя занятия. Это значит, что я и остальные преподаватели, остальные специалисты, которые работают в ОТУС – это практикующие специалисты, которые, может быть, где-то нам не хватает скиллов преподавателя, скиллов ведущего. С другой стороны, мы все, скажем так, профессионалы. Мы знаем, что происходит в индустрии. Мы на нашей основной работе постоянно сталкиваемся с теми либо иными проблемами. И как бы это, на мой взгляд, несколько повышает качество того образования, которое вы получаете в ОТУСе. То есть ОТУС изначально так и задумывался, как такая штука, где вы можете учиться у практикующих специалистов. У нас есть свидетельства о повышении квалификации. Может быть, для кого-то это важно. То есть ОТУС может выдавать такое свидетельство. Иногда это важно. Соответственно, если важно, то вы его получите после окончания курса. У нас есть различные партнеры. И если вы не трудоустроены, то после прохождения курса вы можете попробовать у одного из этих партнеров трудоустроиться. Соответственно, мы стараемся учить разных специалистов. У нас есть курсы, нацеленные как на полных нулей. Предполагается, что из этого курса получится, выйдет некий джун. Так и курсы, которые позволяют, допустим, из джуна сделать медла, медла сеньора и так далее. Или получить новые знания или ду. Как я уже сказал, ОТУС имеет образовательную лицензию. Может быть, для кого-то это важно. У ОТУСа много разных курсов. Достаточно зайти на его сайтик. Есть курсы по программированию. Собственно, их, наверное, больше всего. Но также есть курсы и по инфраструктуре, по тестированию, по аналитике, протосайенсу, геймдеву и так далее. ОТУС это достаточно большая штука. Через нас прошло уже более 20 тысяч выпускников. В ОТУСе порядка шести сотен преподавателей. Больше сотни, почти полторы сотни курсов. Нам уже шесть лет. И через нас прошло очень много людей. Напишите, пожалуйста, в чатик. Один, два, три. Один, если вы уже учились. Два, если о нас что-то слышали. Три, если первый раз знакомитесь с ОТУС. Узнали о нас вот только сегодня. Видимо, это поможет нашим маркетологам понять, что у нас за аудитория. Окей. Собственно, на этом вступительная часть закончилась. И мы переходим, собственно, к основной нашей сегодняшней теме. Теме открытого урока. Это брокеры сообщений. Перед тем, как к ней перейти, давайте еще раз проговорим цель этого открытого урока. Ну, как ни сложно догадаться, наша цель – позвать вас на курсы. Ну и, соответственно, показать вам, как эти курсы проходят. То есть вот то, что пойдет дальше и почти до конца – это обычное занятие с нашего курса по архитектуре. Собственно, единственное отличие в том, что у нас другая платформа, в том, что вы не можете задавать вопросы голосом, и в том, что это занятие немножко подрезано, потому что у нас более жесткий тайминг. Обычно занятие на курсе длится час 40, час 50, иногда до двух часов. Сегодня мы должны уложиться в час 30. Кроме того, в это время мы еще должны уложить вот этот стартовый и финальный блок. То есть занятие на курсе, оно будет чуть объемнее. А в остальном это самое обычное занятие. Начнем, вводная часть окончательно закончена, и мы переходим, собственно, к брокерам сообщений RabbitMQ и Kafka. Цели этого занятия – ознакомиться с основными принципами работы того и другого, зачем все это надо, и то, и другое – это популярная система обмена сообщениями, которая часто встречается в проектах. При этом RabbitMQ и Kafka – это, скажем так, видные представители. То есть RabbitMQ, можно сказать, представитель классических систем обмена сообщениями. А Kafka – это Kafka. Она очень сильно от классических систем обмена сообщениями отличается. Соответственно, вот сегодня посмотрим, в чем разница, в чем плюсы того и другого. И начнем мы с Rabbit. Как устроен Rabbit? Ну, вообще, надеюсь, все понимают, что такое система обмена сообщениями – это такая штука, которая должна доставить сообщения, да, от отправителя к получателю. Отправитель в терминах Rabbit, он называется Publisher, публикует сообщение. Дальше творится какая-то магия, и в результате сообщение оказывается у получателя. При этом получателя может быть один, несколько, либо вообще ни одного. То есть на конкретное сообщение может, в принципе, не найти получателя. То есть, ну, это некий аналог почты. Вы, как паблишер, кидаете письмо в какой-то ящик, на письме написан адрес, и далее это письмо куда-то доставляется. В отличие от классической почты, это письмо может быть доставлено не одному получателю, а многим. То есть вы можете одно и то же письмо, одно и то же сообщение добавить целой куче разных получателей. То есть, ну, в каком-то смысле это аналог формы, да, вы что-то пишете, и многие получают. Окей. Соответственно, для случая Рабита, как это выглядит? У Рабита есть такая концепция, как Exchange. Exchange – это, скажем, внутренняя штука Рабита, которая предназначена для получения сообщений. Паблишер, чтобы отправить сообщение, должен указать Exchange. Можно сказать, что отправитель шлет сообщение в этот самый Exchange. Exchange не хранит сообщение. То есть из Exchange сообщение мгновенно уходит в одну из очередей. В случае Рабита оно может уйти еще и в какой-то другой Exchange, но из которого оно тоже куда-то должно уйти. То есть Exchange получил сообщение, тут же его куда-то отправил. Если он его по каким-то причинам куда-то отправить не может, то он его просто удаляет. То есть в Exchange сообщения не хранятся. Это не хранилище. Окей. Соответственно, из Exchange сообщение попадает либо в другой Exchange, либо в очередь. И вот как раз в очереди сообщения уже хранятся. То есть в очередь, ну, это вот какая-то стопка сообщений. Соответственно, на очередь может быть подписан один либо несколько консаймеров, один либо несколько получателей. Если в очередь попадает сообщение, то оно доставляется Рабитом одному из текущих активных консаймеров. После чего сообщение из очереди удаляется. После доставки. Если активного консаймера нет, то есть либо никто не подписан, либо все подписчики не живые, то есть у них нет коннекта с Рабитом, то, соответственно, сообщение просто накапливается в очереди. И очередь начинает разрастаться. В очереди уже сообщения хранятся, причем их можно хранить либо в оперативной памяти, либо сохраняя на диск. Если сообщение о очереди сохраняется на диск, то они, понятное дело, переживают рестарт Рабит. То есть Рабит в случае, если он грохнется, сообщение в очередях будет сохранено. Что касается моментов того, когда сообщение опубликовано и когда сообщение доставлено. Сообщение считается опубликованным, когда паблишер получил ask. То есть паблишер отправил сообщение в exchange, Рабит с этим сообщением чего-то поделал и в какой-то момент отправил ask Publisher. Когда паблишер получил ask, он понимает, что Рабит это сообщение принял, сохранил. И, соответственно, паблишер может про это сообщение забыть и продолжит заниматься другими делами. Если Publisher Ask не получил, то значит Rabbit, видимо, отвалился, и Publisher, видимо, надо отправить это сообщение еще раз. Соответственно, когда Rabbit сообщение у себя сохранил и отправил Ask Publisher, он выбирает, кому это сообщение доставить. Если активное консамер имеет место быть, если кто-то эту очередь слушает, на нее подписан, соответственно, один из этих консамеров получает данное сообщение. Когда консамер получает сообщение и что-то с этим сообщением делает, он тоже отправляет Rabbit в ответ Ask. То есть Rabbit отправил сообщение получателю, получатель, допустим, что-то поделал, как-то поменял свою базу данных, либо еще что-то сделал по этому поводу, и в конце этой деятельности он должен отправить Rabbit Ask. Когда Rabbit получает Ask, то он понимает, что все, данное сообщение получено, и консамер его так или иначе обработал, и, соответственно, Rabbit про него забывает, при этом сообщение из очереди удаляется. Если консамер Ask не отправил, значит, что-то пошло не так, и сообщение надо доставить, повторить доставку, либо тому же самому консамеру, либо какому-то другому консамеру, если к очереди подключено несколько консамеров. Соответственно, консамер может, сам решает, когда отправлять Ask, он может отправлять Ask сразу же при получении сообщения, то есть получил и тут же подтвердил. Но при этом, если консамер после этого момента упадет, либо у него произойдет какая-то ошибка, то сообщение может быть потеряно. Либо же консамер может подтверждать сообщение после того, как он уже, допустим, закоммитил какую-то транзакцию в своей базе данных, либо еще каким-то образом сообщение обработал. Окей. Схема работы могут быть и какие-то более сложные. Например, у нас может быть несколько паблишеров. Два паблишера на один экшенч. Это нормально. Окей. К одному экшенчу может быть подключено несколько очередей. По каким правилам экшенч выбирает, в какую очередь положить сообщение, мы поговорим попозже. Соответственно, к очереди может быть подключено, к этим трем очередям может быть подключено по одному консамеру, либо по несколько консамеров. То есть вот на картинке у нас к очереди подключено три консамера одновременно. Если к очереди подключено несколько консаймеров, то событие, которое попало в эту очередь, будет доставлено только одному из них. Причем, Рэббит будет стараться сделать так, чтобы каждый консаймер получил одинаковое количество сообщений. То есть получается, что у нас есть какая-то балансировка нагрузки. Если, допустим, к очереди подключен один консаймер, то этот консаймер получает весь поток сообщений. 100 сообщений упало в очередь, 100 сообщений получит этот консаймер. Если к очереди подключено три консаймера, то каждый из них будет получать одну треть. Упало 100 сообщений, кто-то получил 34, а два остальных получили по 33. Соответственно, допустим, если Рэббит отправил сообщение данному консаймеру, а этот консаймер взял и упал до отправки ASK, то Рэббит просто отправит это же сообщение другому консаймеру. Когда Рэббит получает от какого-то консаймера, куда он отправил сообщение ASK, то на этом Рэббит про сообщение забывает и из очереди его удаляет. То есть, если к очереди подключено несколько консаймеров, то каждое сообщение получит только один. Ну, если они будут живые и будут подтверждать получение сообщения ASK. То есть, предполагается, что все эти консаймеры, ну, это одно и то же как бы приложение, просто запущено в нескольких экземплярах. То есть, получается, что все эти консаймеры конкурируют между собой за сообщение. То есть, каждое сообщение получит только один из них. Это имеет смысл только если все эти три или сколько-то консаймеров одинаковые. То есть, это и, допустим, один и тот же сервис запущенный просто в нескольких репликах. Например, в случае Kubernetes. То есть, мы запустили сервис нам в пяти репликах, он слушает одну и ту же очередь. Соответственно, вот эти пять экземпляров сервиса просто получают одну пятую от всех сообщений, которые в эту очередь падают. Если это разные консаймеры, то есть, один консаймер, там, не знаю, какой-нибудь склад, второй консаймер, какой-нибудь корзина, третий консаймер, еще что-то, то их нельзя цеплять к одной очереди, потому что они будут драться между собой за сообщением. То есть, одни сообщения получит один консаймер, другое сообщение получит какой-то другой консаймер, консаймер, а первое, тип консаймер про него не узнает. Вот этот момент надо иметь в виду. В случае Rabbit это именно так. Вопрос. Андрей спрашивает. Уточните, почему именно Rabbit? Почему именно Rabbit так называется? Ну, честно говоря, не знаю. Так назвали. Почему КАФКа так называется? Или почему мы Rabbit сегодня рассматриваем на семинаре? Ну, потому что Rabbit, как бы, во-первых, довольно часто используемая система, во-вторых, вполне себе типичный представитель. Многие другие системы работают по аналогичным принципам. Окей. Соответственно, про эту схему мы с вами, а, про эту схему мы еще не говорили. То есть, допустим, здесь у нас один экшенч, два паблишера в этот экшенч пишут, две очереди, три очереди точнее, и к каждой очереди подключено разное количество консаймеров. Это тоже вполне себе ок. То есть, очередь может слушать 0 консаймеров, 1 консаймеров, или несколько консаймеров. Что происходит, когда сообщение доставляется в экшенч? Происходит магия, которая называется роутингом. То есть, некая маршрутизация, некий роутинг. То есть, экшенч должен понять, а в какую из прицепленных к нему очередей он отправит сообщение. Причем, сообщение экшенч может отправить как в одну очередь, так в несколько очередей одновременно, так и в ни одну очередь. Ну, в смысле, ни в какую. Если экшенч не может отправить сообщение ни в одну из прицепленных к нему очередей, либо других экшенчей, то, соответственно, он просто это сообщение выкинет. Экшенч, как мы помним, сообщение хоронить не может. Соответственно, сообщение выпадает в экшенч и улетает дальше в одну, либо несколько очередей, которые к нему подключены, либо уничтожаются. Так, в Рэббите есть разные типы экшенчей, и они, собственно говоря, представляют из себя разные варианты маршрутизации. Есть Direct, есть Fanout, есть Topic, есть Consistent Hashing. Также вы можете реализовывать свои собственные типы экшенчей, делая плагины к Рэббите. Мы остановимся, ну, мы начнем с Direct и поговорим еще про Fanout. Остальное оставим за кадром. Соответственно, как у нас работает экшенч и по Direct? Экшенч, ну, во-первых, к экшенчу можно прицепить одну, либо несколько очередей, установить связь между ними. В Рэббите к экшенчу можно прицепить и другую экшенч тоже. То есть, вот это вот может быть очередь, а может быть экшенч. В случае Рэббита это OK. Рэббит на самом деле это одна из систем, которые реализуют MQP протокол. И на самом деле MQP протокол такого не позволяет. В MQP протоколе к экшенчу может быть подключен только другой, только очередь. К экшенчу нельзя подключить экшенч. Но в Рэббите есть такое расширение, что к экшенчу можно подключить другой экшенч. И тем самым мы можем построить какую-то сложную сетку экшенчей и очередей. OK. Соответственно, когда у нас сообщение попадает в экшенч типа Direct, этот экшенч смотрит на так называемый Routing K этого сообщения. У сообщения есть такой признак, называется он ключ Routing K. Соответственно, вот эта связь экшенча с другим экшенчем, либо экшенча с очередью, она может иметь атрибуты. Соответственно, экшенч типа Direct берет Routing K из сообщения и сравнивает его со значением вот этого атрибута связи. И если они равны, то сообщение улетает в эту очередь. И так он делает для каждой связи. То есть он сравнивает вот с этой связью, да, вот с этой связью, с этой связью и с этой связью. Таким образом, если, допустим, вот здесь вот, да, у нас прилетит сообщение с ключевым images.h, и то оно уйдет вот в эти две очереди, в hr1 и в hr2. Просто потому, что вот и эта связь она удовлетворяет, и эта связь она тоже удовлетворяет. А вот этим двум не удовлетворяет. Если здесь сюда прилетит сообщение с ключевым images.resize, оно улетит в resize. Если сюда прилетит сообщение с ключевым images.rotate, то оно не улетит никуда. Оно будет просто немедленно выкинуто, потому что ни одной связи оно не удовлетворяет. Так, Андрей продолжает задавать вопросы. Как построить очереди и консаймеры, если нам нужно к двум различным консаймерам передать одно сообщение синхронно? Ну, во-первых, что значит передать синхронно? Rabbit не умеет передавать синхронно. Это уже зависит от консаймеров, как они получат эти сообщения. То есть Rabbit такие гарантии не дают. Если нам нужно передать одно и то же сообщение двум разным консаймерам, мы сейчас на это посмотрим. За это отвечает эксченч типа fanout. Роман спрашивает. Если сообщение RabbitMQ можно хранить как на диске, так и в оперативной памяти, то как это сделать? Сделать это можно через свойства очереди. То есть вы для очереди, мы с вами сегодня это посмотрим, при создании можете настроить те либо иные свойства. Соответственно, эти свойства будут определять, как очередь хранить сообщение. По умолчанию сообщения, насколько я понимаю, будут храниться на диске. Ну, это просто указывается при создании очереди. Чем MQP протокол отличается от, например, HTTP? Ну, тем, что другой протокол. Чем банан отличается от яблока? Тем, что это разный фрукт. Тем и протокол отличается. Принципиально другой протокол с принципиально разным назначением, функциями, кодированием и так далее. Вот, собственно, и все. То есть есть протокол хдтп, есть протокол MQP, есть протокол кавка, есть еще какие-то протоколы. ГРПЦ, например, еще какие-то. У них масса отличий. Просто принципиально разные протоколы из разных областей, с разным функционалом. Окей. Еще вопрос Андрея. Одно сообщение отдать из двух очередей двум консаймерам в один момент. Смотрите, Rabbit ничего не знает про один момент. Rabbit никак не контролирует консаймеров. Консаймер может быть, может не быть. То есть если вам нужно обрабатывать сообщение в один момент, то вам нужно как-то отдельным каким-то образом консаймеров друг с другом синхронизировать, чтобы они как-то совместно это полученное сообщение обрабатывали в один момент. Это не задача Rabbit, а Rabbit ничего такого не умеет. Если вам нужно передать одно и то же сообщение нескольким консаймерам, то вы что можете сделать? Во-первых, вы можете назначить одинаковый ключ, точнее одинаковый атрибут для Direct Exchange. То есть если вы, допустим, сделаете вот так вот images.h в images.h, то сообщение с ключом images.h улетит и сюда, и сюда. Но если вам нужно просто сделать pops-up, то есть полученное сообщение просто отправить во все очереди сразу, которые подключены к данному экшенжу, то вам удобнее экшенж типа fanout. Экшенж типа fanout, он более простой в том плане, что он не смотрит ни на ключ, ни на какие-то атрибуты. Он просто, вот все, что приехало в данный экшенж, уйдет во все подключенные к нему очереди либо экшенж. Просто будет опубликовано во всех очередях, либо уйдет во все экшенжи. То есть никакие значения атрибутов не важны, важно просто наличие связи между экшенжем и очередью, либо между экшенжем и другим экшенжем. Это если у нас экшенж типа direct, типа fanout. Экшенж типа fanout, он для механизма pub-sub, когда вы что-то публикуете, и в куче очередей оно появляется. Окей, какие гарантии доставки предлагает нам Rabbit? Ну, на самом деле две, как и большинство подобных систем, at least once, хотя бы один раз. То есть сообщение будет гарантированно доставлено, но при этом оно может быть доставлено несколько раз, то есть возможно дубликат. То есть представим себе ситуацию, есть какая-то очередь, к ней подключен какой-то консаймер, допустим два консаймера. Соответственно, Rabbit получает сообщение в эту очередь и отправляет его первому консаймеру. Первый консаймер начинает обработку сообщения, пусть даже успешно его обрабатывает, но в момент отправки ASK просто падает. Либо не консаймер падает, а сеть падает и ASK пропадает. Соответственно, Rabbit считает, что сообщение не доставлено и отправляет это же сообщение второму консаймеру, хотя первый консаймер его уже получил, обработал, поменял базу данных и так далее. Таким образом получается, что сообщение будет доставлено дважды и задача консаймеров заняться дедупликацией, то есть как-то корректно обработать данную ситуацию. Может быть сообщение является и демпатентным, тогда как бы ситуацию обрабатывать не надо, просто они оба получили данное сообщение, оба его обработали, но результат не поменялся от того, сколько раз оно было обработано. Если же сообщение демпатентным не является, например, сообщение типа удалить пользователя 42, оно является демпатентным. Сколько раз мы не удалим 42 пользователя, результат будет один, он будет удален. А вот сообщение типа перевести 10 долларов от Васи к Пете уже не является демпатентным. То есть если оно будет обработано один раз, Вася лишится 10 долларов. Если оно будет обработано в два раза, вас лишится уже 20 долларов. То есть в таком случае, если сообщение не является демпатентом, нам необходимо предпринимать какие-то усилия для того, чтобы не допустить повторной обработки уже на стороне получателя. Ну, наверное, все сталкивались с ситуацией, когда вы в магазине платите и выясняется, что там нет связи с банком, либо еще что-то. Так, сейчас, извините, у меня сообщение о том, что у меня проблемы с интернетом. Я попытаюсь переключиться на другой интернет. Если меня вдруг выкинет, я через 2 секунды войду обратно. Так, по идее, я снова с вами. Раз, два, три. Три, два, один. Меня слышно? Окей, хорошо. У меня были проблемы с интернетом. Ну, я переключился на мобильный интернет. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Так вот, если у вас сообщение не является демпатентным, то вам необходимо заниматься дедупликацией. Наверное, все сталкивались с ситуацией, когда вы платите в магазине, вроде как успешно заплатили, но возникает проблема со связью, и кассир вам говорит, что оплата не прошла. Вы платите второй раз, но выясняется, что оплата прошла дважды. То есть у вас с картой списалась и первая оплата, и вторая оплата. В результате вам надо писать в банк и разбираться с поддержкой банка, чтобы один из платежей был отменен. Вот это ситуация, когда дедупликация по каким-то причинам не сработала. То есть банк дважды получил сообщение о списании, ну, фактически одно и то же сообщение, да, из одного и того же магазина в почти одинаковое время, а списание одной и той же суммы. Вот, и обработал два сообщения. Вторая гарантия доставки максимум один раз. Фактически это отсутствие гарантии. То есть сообщение просто отправляется получателю, и уже в этот момент оно считается доставленным. То есть, если что-то пошло не так, так, пропало видео. Точно пропало видео? А, показать экран пропал, да? Презентация пропала. Сейчас вернем. Видно презентацию? Видно. Прекрасно. Так вот, вторая гарантия доставки от Most Ones. То есть Rabbit просто отправляет сообщение и считает, что оно дошло. При этом, соответственно, сообщение будет заведомо отправлено не более того раза, потому что первый раз оно отправлено, и на этом все. Больше попыток отправки не будет. Но, если получатель не получил сообщение из-за сетевых проблем, либо получил сообщение и упал в процессе его обработки, то на этом все. То есть у вас нет шанса заново получить и заново обработать данное сообщение. Несмотря на некую бесполезность, кажущуюся бесполезность подобного механизма, он иногда полезен. Например, представьте себе какой-нибудь датчик, который раз в секунду отправляет свою температуру в Rabbit. Даже если сообщение за текущую секунду будет потеряно, то через секунду придет новая температура. То есть нам, может быть, не важно получить именно все сообщения. Нам просто надо иметь актуальную температуру. В этой ситуации нас вполне устраивает вариант максимум один раз. К тому же вариант максимум один раз быстрее, потому что Rabbit не ждет получения ASCO. Rabbit просто отправил сообщение и пошел заниматься дальнейшей своей работой. Получение ASCO ему не требуется. Окей. Что еще можно сказать про Rabbit? Как я уже говорил, паблишер, то есть отправитель сообщения, в принципе, не знает, кто это сообщение получит и получит ли вообще. Иногда это вызывает проблемы, иногда паблишеру хочется понимать, что его сообщение все-таки будет куда-то положено в какую-то очередь, а не пропадет. Соответственно, в этой ситуации он может слать сообщение напрямую в очередь. В Rabbit есть так называемый дефолтный экшенч с именем пустая строка. Если мы в этот дефолтный экшенч отправляем сообщение, то оно будет доставлено в такую очередь, чему равен роутинг-кей этого сообщения. То есть это такая механика, которая позволяет мне, как паблишеру, положить сообщение в конкретную очередь. То есть я не хочу возиться с механикой экшенчей, с роутингом. Я просто говорю, что вот это сообщение я хочу положить в очередь такую. И таким образом оно там и окажется. Если у нас один паблишер, один консаймер и нет переотправок, то есть в очередь сообщение кладет только один паблишер, из очереди читает только один консаймер и все у нас хорошо, то есть нет ситуации, когда идет переотправка сообщения, то в этой ситуации у нас гарантируется порядок. То есть сообщения будут прочитаны именно в том порядке, в котором они были отправлены. Иногда это важно. Если у нас возможны какие-то ситуации переотправки, то мы можем настроить нашего консаймера так, чтобы в воздухе всегда было ровно одно сообщение. То есть, допустим, в очереди пять сообщений, Рэбит отправляет первое сообщение и ждет получения эска. Только после получения эска он отправит второе сообщение. При этом сообщение будет, понятное дело, доставляться медленно, потому что второе сообщение уйдет только после получения эска на первое, однако порядок будет сохранен. У сообщения может быть TTL, time to leave. Соответственно, если консаймер не обработал сообщение либо по тем, либо иным причинам, допустим, он недоступен, либо его просто нет, то сообщение может быть удалено из очереди. Также сообщение может быть удалено из очереди, если очередь переполнена. То есть мы можем для очереди настроить параметры количества сообщений, либо размер сообщений. И если в очереди пытается сохраниться больший размер сообщений, либо большее количество сообщений, то сообщение будет удалено из очереди. И, соответственно, никем не будет получено. Есть специальный механизм, который называется didletaqueue, очередь удаленных сообщений, куда мы можем, собственно, настроить отправку сообщений, которые вот удаляются. Ну и дальше из-за этой очереди мы можем сообщения читать и что-то по этому поводу делать. Ну, например, выводить их в лог, не знаю, сохранять для последующей обработки, либо еще чего-то. Очередь может переживать рестарты Rabbit, то есть есть в Rabbit и у многих объектов можно настроить флаги таким образом, чтобы они удалялись при перезапуске Rabbit. То есть иногда нам так хочется, мы, соответственно, так настроим им флаги и объект просто не будет переживать перезапуск Rabbit. Ну, чаще всего этого не надо, соответственно, мы можем настроить флаг Durable и объект будет, как бы конфигурация будет сохраняться и переживать перезапуск. Окей. Rabbit использует push-модель для отправки сообщений, то есть Rabbit сам отправляет сообщения получателю. Не получатель ходит за сообщениями в Rabbit, а Rabbit сам отправляет сообщения получателю. При этом обычно и отправитель, и получатель держат постоянный коннект с Rabbit. То есть коннект устанавливается в момент запуска приложения и держится, либо пока не будет, не произойдет какая-то ошибка, либо пока приложение не завершится. Соответственно, Rabbit видит все эти активные подключения и может сам по этому подключению отправить сообщение. Что нам это дает? Это дает низкий latency, то есть низкую задержку на доставку сообщения за счет того, что Rabbit получил сообщение в очередь. Rabbit видит, что к этой очереди кто-то подключен и мгновенно отправляет ему сообщение. В Rabbit очень легко добавлять новых получателей и, соответственно, Rabbit умеет хорошо распределять нагрузку. То есть мы добавляем второго получателя на ту же самую очередь и поток сообщений начинает делиться на два. Добавляем там еще двух получателей, начинает делиться на четыре. Ну и так далее. Ну и, соответственно, если мы какого-то получателя удаляем, то наоборот, соответственно, допустим, двух получателей с четырех удалили, оставшиеся получают по половине. Удалили еще одного, оставшиеся получают весь поток. То есть мы можем очень легко настроить, допустим, автоскейлинг в кубернете и Rabbit будет с этим хорошо работать. Кубернете видит, что получатель не справляется, запускает еще там несколько подов. Окей, Rabbit начинает бить нагрузку. Кубернете видит, что окей, поды не нагружены, начинает их грохать. Кубернете, опять же, повышает нагрузку на оставшихся подах. При этом кубернете сможет легко задодосить консюмера, просто отправив ему целую кучу сообщений друг за другом, не дожидаясь ответа, не дожидаясь получения ask. При этом консюмер может как бы плохо это дело перенести. Однако есть настройки, которые позволяют этого избежать. Мы можем настроить количество сообщений в полете. У Rabbit очень широкие возможности для роутинга сообщений. То есть у нас отправитель и получатель разделены. То есть отправитель знает exchange, получатель знает Q. Что между exchange и Q, ни тот, ни другой не знает. А может знать, допустим, администратор Rabbit, который перенастроит маршрутизацию совершенно произвольным образом. При этом ни отправитель, ни получатель затронуты не будут. То есть отправитель посылает сообщение в exchange. Дальше администратор фактически настройками решает, а куда это сообщение попадет. Получатель читает сообщение из очереди, но он не знает, кто в эту очередь сообщение отправил. Какие именно отправители это делают. Всем этим рулит третья сущность. За счет этого мы можем существенно менять роутинг, не меняя ни отправителя, ни получателя. Не перекомпиливая их, не меняя их настройки. При этом в Revit не гарантируется порядок сообщений. Как его гарантировать, я рассказывал на одном из предыдущих слайдов. Вопросы. Так, Андрей спрашивает. Порядок сообщений регулируется брокером? Ну, если у нас один отправитель, один получатель, то порядок сообщения будет FIFO. То есть, какое сообщение было первым отправлено, такое будет первым и получено. Если это не так, то порядок будет каким-то плюс-минус произвольным, скажем так. То есть, он может быть разным за счет того, что разные консамеры могут обрабатывать сообщения с разной скоростью. Поэтому никаких гарантий у нас уже не будет. Так, квантиль обработки всегда сообщения. Или есть варианты пакетов сообщений. Нет, Revit не имеет встроенной батч-обработки. Если вам нужна батч-обработка, то вы можете сами собирать из нескольких сообщений одно большое сообщение. То есть, вот ваш пример, да, серия показаний датчиков в одном пакете. Вы вполне можете это организовать, просто передавая в сообщении кучу показаний датчиков. Передавая некий массив. То есть, чего-то встроенного в Revit по этому поводу нет. А каким образом Revit MQ держит постоянное сообщение с клиентом? Веб-сокеты, ну, собственно, TCP. Протокол ориентированный на постоянное соединение. MQP это протокол поверх протокола TCP. TCP держит соединение, соответственно, MQP тоже держит соединение. Веб-сокеты тут никаким боком. Веб-сокеты это отдельный протокол, который к Revit и к MQP никакого отношения не имеет. Каким образом Revit MQ обеспечивает at least once? С помощью ASK. Да, с помощью ASK. То есть, Revit MQ отправляет сообщение и ждет ASK. Если ASK получен, то он считает, что отправитель как бы это сообщение принял и успешно обработал. Если ASK не получен в течение какого-то времени, то он понимает, что что-то пошло не так, и отправит сообщение какому-то другому отправителю. Браждане пассажиры, с своим количеством вопросов мы к Кавке не поедем. Да, я думаю, нормально. Доедем. Запись вебинара, да, будет доступна. Правда, не знаю, каким именно образом, но запись работает и должна быть куда-то выложена. Окей. На Сиом теоретическая часть про Revit у нас закончена. Давайте посмотрим небольшую демку. Revit я буду запускать из докера. Собственно, вот эта команда его запускает. Я это уже проделал. И у меня есть вот такой вот UI с админкой этого самого Revit. Дефолтный пароль guest guest. Точнее, дефолтный логин пароль guest guest. Это свежий Revit. Никаких настроек тут нет. Соответственно, вот как-то так выглядит его админка. Мы здесь видим экшенжи. То есть, вот эти экшенжи доступны по дефолту. Я их не создавал. Это свежая установка Revit. Вот это как раз дефолтный экшенж. Экшенж, про который я говорил. Который может напрямую отправлять сообщение в очередь. Очередей здесь по дефолту никаких нет. Соответственно, мне для демо их потребуется создать. И сейчас мы этим и займемся. Мне потребуются три очереди. Соответственно, вот тут всякие флаги. Dureable transient. Auto delete. Вот здесь вы можете позадавать дополнительные параметры. Тут вот есть help параметры. Можно его почитать. Но нам ничего задавать не надо. Нас устроят все по дефолту. Соответственно, я создаю три очереди с теми названиями, которые будут использованы в моем приложении. И, соответственно, я их создал. Значит, в качестве приложения у нас будет приложение на SpringE и на Java. Вот у нас Proc1, это у нас будет отправитель сообщений. И Proc2, это у нас будет получатель сообщений. Начнем мы с отправителя. Соответственно, запускаем нашего отправителя. У нашего отправителя будет простой UI, который сделан на свагере. Выглядит он как-то вот так. Соответственно, здесь просто методы, которые позволяют отправлять сообщения. Exchange.defisco у меня будет преобразован в пустое название. Соответственно, сейчас я хочу отправить сообщение в очередь к UIN. Ну и сообщение в low.rebit. Давайте отправим. То есть, дефолтный exchange положит сообщение в очередь с routing key самого сообщения. То есть, очередь у меня называется QIN. И вот сюда это сообщение и уйдет. Я говорю execute. Я получил, видимо, 200 ок. Сообщение ушло. Давайте в этом факте убедимся. Здесь у нас должен сейчас увеличиться счетчик. Вот он увеличился. То есть, вот в очереди QIN у меня сейчас одно сообщение. Из админки я могу это сообщение вычитать. При этом надо понимать, что здесь нет никакой магии. То есть, админка является консамером. Соответственно, если я вычитаю и отправив ask, то у меня сообщение из очереди пропадет. Поэтому для начала давайте я ask отправлять не буду. То есть, я говорю получить одно сообщение. И вот я его получаю. Вот мое сообщение hello.rebit. Здесь есть еще дополнительная мета информация. Соответственно, эта мета информация была сохранена моим фреймворком, который это сообщение отправлял. Да, я не сказал. Тело сообщения, собственно, payload. Это то, что вы захотите. То есть, для Rabbit это просто набор byte. Вы там можете передавать строки. Вы там можете передавать JSON, XML, какой-то бинарный протокол. На ваше усмотрение. Вот. В данном случае передается строка. Ну, передается, точнее, массив байт. Но в этом массиве байт лежит, собственно, строка hello.rebit. И админка нам его показывает. То есть, так как я отправил Mac, то у меня количество сообщений в очереди осталось один. И я сейчас могу это сообщение получить еще раз. Если я отправлю ask, то сообщение будет из очереди грохнуто. То есть, сейчас у меня график обновится. И мы увидим, что в очереди сообщений не осталось. Графики обновляются с некоторой задержкой. Вот. Обновился график. В очереди сообщений нет. Соответственно, если я попытаюсь его прочитать еще раз, то он мне скажет, что очередь пуста. Окей. Давайте теперь попробуем. То есть, мы сейчас отправляли сообщение в дефолтный экшенч. И клали его как бы напрямую в очередь. Давайте теперь попробуем, посмотрим, как работает экшенч типа FANOUT. Здесь есть встроенный вот такой MQP FANOUT Экшенч. Если мы зайдем в экшенч, у нас есть такая штука, как биндинги. Это как раз связь экшенча и очереди. Я могу привязать экшенч либо к очереди, либо к другому экшенчу. И давайте я привяжу этот экшенч к двум очередям. К очереди QAN. И к очереди, соответственно, QMAP. Я могу здесь указать routing key и всякие параметры. Но мы помним, что для экшенча типа FANOUT никакие параметры роли не играют. Играют факт просто наличие самой связи. Соответственно, добавляю вторую очередь. И вот так у меня выглядит картинка. Соответственно, вот эта кнопка позволяет эту связь разорвать. Окей. Давайте я попробую отправить сообщение теперь уже вот в этот вот MQP FANOUT. То есть я указываю название экшенча MQP FANOUT. Здесь я могу указать любую билиберду, потому что это ни на что не влияет. И давайте я отправлю сообщение Hello Rabbit 2. Соответственно, я его отправляю. И теперь это сообщение окажется целых в двух очередях. Сейчас обновится статистика. Оно должно оказаться вот здесь и вот здесь. Вот оно тут и оказалось. При этом это одно и то же сообщение, но оно как бы хранится совершенно независимо. То есть я могу его из этой очереди прочитать. Оно из этой очереди пропадет. Вот оно, кстати, Hello Rabbit 2. При этом в очереди... Так, это мы откуда читали? Из QMAP. В очереди QMAP оно останется. То есть сейчас картинка обновилась, оно отсюда пропало. Здесь оно осталось. То есть Rabbit хранит это сообщение совершенно независимо. Вот сейчас я его прочитал из очереди, соответственно, QMAP. Вот после чтения, так как я сказал ESC, оно из очереди тоже пропало. Так. Были ли вопросы? Так, нет, вопросов не было. Окей. Возвращаемся к нашей демке. Давайте теперь запустим программного получателя сообщений. За получение у меня отвечает PROC2. Соответственно, давайте его запустим. Так, PROC2. И давайте, чтобы не получится, не мелочиться, запустим сразу 2, PROC2. То есть у нас будет 2... Так, что такое? Будет сразу 2 получателя. У получателя никакого интерфейса нет. Они просто пишут влог, что с ними происходит. Поэтому давайте мы этот лох почистим. И дальше, соответственно, отправим... Дальше отправим парочку сообщений. Отправлять будем в... QANY. Давайте Hello Rabbit 3. Говорю EXECUTE. И давайте сразу Hello Rabbit 4 тоже отправим. А еще Hello Rabbit 5. То есть что у нас получается? У нас получается, что к одной очереди QANY отключено сразу 2 получателя. Как несложно догадаться, один из них получил 2 сообщения. Вот 3 и 5. А второй получил одно сообщение. 4. Если я сейчас отправлю еще одно сообщение, то его получит тот, кто получил одно. Да, то есть вот он получил второе. То есть сейчас я отправил 4 сообщения. Каждый из них получил по 2. То есть трафик поделился поровну. Если я одного из них грохну, то все сообщения начнут получать оставшиеся. Давайте в этом убедимся. То есть 7 и 8 получит оставшиеся. Вот он 7, вот он 8. Если я и оставшегося грохну, то сообщение будет просто накапливаться в очередь. Соответственно, эти сообщения получит первый, кто в ключ. Допустим, я включаю вот этого. И он сейчас при запуске получит сообщение 9 и 10. Вот он их получил. Сообщение может быть текстом, может быть, допустим, джейсончиком. Давайте я пока грохну и второго получателя тоже. И попробуем отправить сообщение типа джейсон. У нас есть другой метод. SendMessageExt. Устроен он ровно так же. Мы говорим Exchange и говорим очередь. Только очередь нам сейчас нужна будет QMap. Ну и, соответственно, мы здесь можем отправить произвольный джейсон. То есть, массивчик, там какое-то число. Или там hello. Какое-то число. Какие-то свойства. Ну, собственно, любой джейсон берем и отправляем. Я говорю execute. Сейчас у меня получателя нет. Соответственно, это сообщение просто упадет в очередь и тут останется. Давайте его попробуем прочитать из этой очереди. Выглядит оно как-то так. Здесь уже немножко побольше данных, методанных. То есть, у нас появляются заголовки со всякими хитрыми ключами. Эти ключи добавляются, эти заголовки добавляются библиотекой, которая занимается отправкой. И, собственно, предназначена для библиотеки, которая занимается на другом конце получением. Да, здесь передается тип лжавовский LinkedIn HashMap, словарь. Ключ у этого словаря Object и значение тоже Object. Эти данные используются библиотека диссерилизации. Вот, контент-тайп у нас теперь application JSON. Ну и вот, собственно говоря, сам JSON, который я передам. Да, мы его чудесным образом получили. Опять же, еще раз говорю, что Rabbit совершенно все равно, что здесь за пайлот. Rabbit просто передает его, а дальше пайлот разбирает получателя. Понятное дело, что вы должны договориться с вашими получателями, что вы передаете в пайлоте. Это там JSON, XML, протабуф, либо еще что-то. Ну и, соответственно, какие именно данные вы в этом пайлоте передаете. Собственно говоря, на всем, наверное, все про Rabbit. Вопрос Андрея. Если отправили сообщение 1, 2, 3, подключили два консамера. Первый забрал один, но не отправил Ask. 2, 3 уйдет во второй консамера, первый останется в очереди. Ну, на самом деле, если он не отправил Ask, то, наверное, Rabbit решит, что он какой-то неживой. И, скорее всего, будет разрыв с ним коннекта, просто ошибка пройдет, и коннект разорвется. Дальше он, видимо, переподключится и заново начнут получать сообщения. При этом, смотрите, в полете может быть одновременно несколько сообщений. То есть, Rabbit отправил сообщение к консамеру, консамер с ним что-то делает, он еще не сказал Ask. Это нормально. Rabbit считает, что он живой и отправит ему еще какое-то сообщение. То есть, у консамера может быть одновременно несколько сообщений, полученные от Rabbit, на которые не отправлены Ask. Если этот консамер, ну, в каких-то пределах, за какой-то тайм-аут, с таки не отправит, то Rabbit, скорее всего, решит, что в нем ошибка, его грохнет с ним коннект, и эти сообщения просто отправят следующему консамеру. Ну, либо этому же консамеру, когда он переподключится. То есть, я думаю, что будет примерно такое поведение. Так, ну, окей, это мы проговорили. Если есть вопросы, то ставьте плюс и пишите вопросики. Сначала плюс, потом, собственно, сам вопрос, чтобы я видел, что вопросы нет. Вопросы есть. Если вопросов нет, ставьте минусик. Если плюсов будет мало, то пойдем дальше. То есть, плюс, если вопросы есть, минус, если вопросов нет. Окей. Соответственно, пойдемте дальше. Дальше у нас Kafka. Kafka это тоже, как ни сложно догадаться, брокер сообщений. Так, сейчас только я имеющийся грохну. Даже, наверное, закрою. И еще я тормозну брокер Рэбита, чтобы он мне не мешался. Так. Пока Рэбит. Так вот, Kafka это брокер сообщений, но это не совсем обычный брокер сообщений. Kafka Kafka позиционируется, как система, реализующая распределенный рефлицируемый лог. И важны все три слова. Распределенный означает, что лог в Kafka есть такое понятие, как топик, забегая вперед. Ну, некий аналог, условно, очереди. То есть, какой-то набор сообщений. Так вот, лог не хранится целиком на одной машине, а разбит на несколько секций, они называются партициями, которые лежат на разных машинах. То есть, у нас наши сообщения лежат на разных машинах, тем самым распределяются по кластеру Kafka. Реплицируемый. Второе слово. Логи могут храниться в нескольких копиях. То есть, вы повышаете надежность, храня сообщения в нескольких копиях, причем на разных машинах, в этом и смысл. Соответственно, если одна машина вдруг пропадает из кластера Kafka, то сообщение никуда не девается. Оно остается на других машинах. И оно доступно. Только если из строя выйдет больше машин, чем у вас было реплик, только тогда сообщение будет потеряно. То есть, кластер Kafka как бы потеряет какие-то сообщения. Если, допустим, одна машина выходит из строя, то кластер будет, если вы на стройе включили репликацию и одна машина вышла из строя, то окей, сообщение останется просто на других машинах. И третье слово. Это лог. Лог означает, что у нас имеется упорядоченное последовательное сообщение. Ну, лог, наверное, все представляют. Просто вот какие-то сообщения, которые выводятся друг за другом. И они обычно в логе упорядочены по времени, собственно, вывода этого самого сообщения. Вот. В Kafka то же самое. То есть, у нас распределенный реплицируемый лог. И все эти три слова очень важны для понимания того, что такое Kafka. Мы уже упомянули такую концепцию, как топик. Топик в Kafka это некий аналог таблички в базе данных. Иногда это набор событий одного типа. То есть, допустим, события Customer Credit это один топик. Notification Sent это другой топик и так далее. Однако иногда, если нам нужны гарантии порядка, то в топик можно записывать сообщения как бы разных типов. То есть, допустим, все сообщения, относящиеся к кастомеру, крейтит, invoice paid, делитит, банк и так далее, записаны в один топик. Кастомер. Можно делать и так. То есть, вы сами решаете идти вам по первому пути либо идти по второму пути. Желательно не делать там сильно много топиков, сильно много партиций. Есть какие-то ограничения, если вы их превысите, получите какие-то снижения производительности. То есть, Kafka не предполагает, что у вас там миллионы топиков. Желательно делать все-таки какие-то более крупные топики, но зато в топике может лежать целая куча сообщений. Про это сейчас поговорим. Как и в случае Рэббита, Kafka совершенно все равно, что вы там передаете в вашем сообщении. То есть, топик – это набор неструктурированных сообщений. Схема этих сообщений, содержимое этих сообщений Kafka неинтересно. Для нее это просто набор байт. Поверх этого набора байт вы можете использовать разные протоколы, там, JSON, Euro и так далее. Что хотите, то используйте. Но Kafka, в принципе, все равно. Поверх Kafka иногда используют разные более высокоуровневые инструменты, которым уже схема данных важна. Но если мы работаем с, как бы, голой Kafka, то схема данных – это ваша договоренность с получателем данных сообщений. Ровно то же самое у нас было и в Рэббите. Kafka не имеет понятия очереди, вместо него там топик. Как это работает? Продюсер, то есть отправитель сообщений, пишет эти сообщения в топик. Причем продюсер пишет сообщения не просто в топик, а в некую партицу этого топика. Ну, давайте пока для простоты, что топик состоит только из одной партицы. Соответственно, продюсер всегда пишет сообщения в конец этой партицы. При этом консамер читает сообщения по некому смещению, по всету. Соответственно, типичная ситуация, продюсер пишет новое сообщение, консамер это сообщение сейчас и прочитает. Может быть, и не так. Консамер может прочитать не только последние сообщения, но и вообще какие-то любые сообщения, которые сейчас сохраняться в партиции. Kafka, в отличие от Rebbit, не удаляет сообщения после того, как они будут прочитаны консаймером. То есть это похоже просто на некий файл. В этот файл дописываете данные и из этого файла по смещению можете что-то прочитать. Если вы прочитали какую-то строчку в этом файле, она никуда не делась. Она осталась в файле. Вы можете к ней вернуться и прочитать ее еще раз. Это уже ваше дело. Если вы успеваете читать данные, то есть вы читаете данные с большей скоростью, чем они пишутся, то, соответственно, вы обычно будете сидеть в конце этого файла. Сюда приехала новая строка, новое сообщение, вы ее тут же и прочитаете. Но вы можете читать данные с медленной скоростью. Допустим, вы можете читать данные отсюда, а данные будут дописываться в конец. Это тоже вполне себе ох. То есть у нас может быть какая-то дельта между offset на чтение и концом нашей партиции. К партиции может быть подключено несколько разных консаймеров. При этом эти консаймеры будут иметь какой-то свой offset, то есть этот консаймер, допустим, один сервис имеет вот такой offset, другой сервис имеет какой-то другой offset. Эти консаймеры не будут конкурировать за сообщение. То есть если мы к очереди подключим, в Reddit подключим несколько консаймеров, то они будут драться. То есть одно сообщение получит один, другое сообщение получит другой. В случае Kafka это не так. Несколько консамеров, подключенные к одной партиции, будут читать сообщения просто совершенно независимо. При этом у них разное все, то есть вполне может быть, что вот этот вот читает сообщение быстро, и он уже готов читать новое сообщение, а вот этот читает сообщение медленно, и он еще читает сообщение вот откуда-то из начала партиции. То есть ему еще надо почитать вот эти вот все сообщения, чтобы перейти к вот этому вот свежезаписанному. Соответственно, этот offset, он может храниться как у получателя сообщения, так и на стороне Kafka. Хранение на стороне Kafka удобно в той ситуации, если у нас консамер не имеет своей BD. То есть ему негде хранить offset, он является stateless, у него нет своей памяти, своих данных, где он может что-то хранить на постоянной основе. В этом случае Kafka умеет хранить offset. То есть консамер просто периодически Kafka сообщает, какой у него сейчас будет offset, и Kafka эту информацию сохраняет у тебя. Если консамер помрет и запустится заново, то он считает свой offset из Kafka и, соответственно, продолжит с того же offset. При этом консамер может хранить offset сам, и консамер может настраивать offset, ну, произвольно. То есть консамер может читать там каждое второе сообщение, каждое десятое сообщение. Консамер может повторно перечитывать сообщение. Допустим, всякие там админки, всякие инструменты поверх Kafka, которые позволяют вам получить сообщение, ну, такие тулзы для разработчиков, тулзы для администраторов Kafka. Они, собственно, просто читают сообщение, да, начиная с начала партиции. Первое сообщение, второе сообщение и так далее, последнее сообщение. Оно вполне может это делать многократно, сообщение из партиции никуда при этом не денутся. В этом как бы и, собственно, основное отличие Kafka от других брокеров сообщений, от того же Рэбита. То есть в Рэбите сообщение удаляется после доставки, как происходит это практически везде, а в случае Kafka это не так. То есть Kafka похожа на некий файл, на некий лог. Сообщения дописываются в конец и могут читаться из произвольного места этого лога. Как я уже говорил, топик разделен на партиции. В пределе топик может иметь одну партицию, но мы сейчас посмотрим, почему это плохо. Обычно партиции больше, чем одна. Партицию выбирает писатель при записи сообщения. То есть отправитель сообщения указывает не только топик, но и партицию в этом топике, номер партиции. Что происходит с получателем, сейчас посмотрим. Сообщения всегда дописываются в конец партиции. Но размеры партиции могут оказаться разными, просто потому что, допустим, чаще там сообщения писались в нулевую партицию, чем в первую. Однако желательно, чтобы партиции были заполнены плюс-минус равномерно. То есть вариант, когда все сообщения попадают в одну партицию, он плохой. Желательно, чтобы сообщения попадали примерно равномерно в каждую из партиций. В Kafka у сообщений есть некий ключ. То, что мы в Revit называли routing key, в Kafka называется просто key. Соответственно, выбор партиции называется алгоритмом партиционирования. Ну, партиционирование – это выбор партиции и, соответственно, алгоритм этого самого выбора. Алгоритм партиционирования. Алгоритм этот работает на стороне продюсера. И по умолчанию, если вы в работу этого алгоритма не вмешиваетесь, работает он следующим образом. Берется ключ, то есть некий набор байт. От этого ключа считается хэш. То есть мы получаем какое-то большое число. Дальше мы берем это число и делим его по модулю на количество партиций. Тем самым мы получаем номер партиции, куда это сообщение будет отправлено. И в этот номер партиции продюсер сообщает Kafka вместе с названием topic. И сообщение попадает именно в эту самую партицию. Почему так? Потому что когда мы считаем хэш, мы фактически получаем некое рандомное число. Можно так сказать. Оно, конечно, не рандомное. Оно зависит от значения ключа, но зависит каким-то хитрым образом. И можно сказать, что незначительное изменение ключа приводит к изменениям вот этого числа, причем очень больших. То есть соседние ключи могут иметь совершенно разные хэши. И именно так работает алгоритм хэширов. Соответственно, если у нас ключи плюс-минус разные, то мы получаем примерно рандомное распределение сообщений по топикам. Извините, по партициям. Это означает, что партиция будет заполнена примерно одинаково. Почему алгоритм партиционирования находится на стороне продюсера? Потому что вы, как автор этого самого продюсера, можете настроить библиотеку, настроить этот алгоритм и вмешаться в его работу. Может быть, вам важно, чтобы сообщения уходили в конкретную партицию. В этом случае вы можете это обеспечить, просто подстроив алгоритм выбора партиции. Из партиции сообщение читает наш консамер. Здесь мы видим некую группу консамеров, консамер-группу. Про консамер-группу сейчас как раз и поговорим. Группа получателей, группа консамеров – это, скажем так, один логический консюмер, один логический получатель. В чем идея? Если вы сталкивались с кубером, с кубернейцем, там есть такое понятие, как реплика-сет. Соответственно, задача реплика-сет – это запустить несколько экземпляров одного и того же сервиса. То есть сколько экземпляров вы говорите. То есть вы, допустим, у вас один экземпляр не справляется с нагрузкой, вы запускаете 5 экземпляров. То есть это 5 одинаковых экземпляров одного и того же приложения, которые параллельно обрабатывают разные запросы. То есть первый запрос попадает в один, второй запрос попадает в второй, третий запрос попадает в пятый, ну и так далее. И получается, что нагрузка делится на количество вот этих самых сервисов, количество этих подов. Вот примерно та же идеология у нас с консамер-группами. То есть нагрузка должна делиться между всеми консамерами одной группы, потому что одна группа – это один логический консамер и без разницы, какой именно консамер из одной группы обработает сообщение, потому что они все обрабатывают сообщение одинаковым образом. Они все, скорее всего, прицеплены к одной базе данных или кладут сообщение куда-то в одно целевое назначение. То есть совершенно неважно, какой из консамеров группы обработает сообщение. Но надо, чтобы каждое сообщение обработал ровно один консамер. То есть мы не должны сделать так, чтобы сообщение получило сразу несколько консамеров. Это плохо. Это автоматом приведет к дубликату обработки сообщения. Как это обеспечивает Kafka? Kafka говорит нам, что к одной партиции может быть подключен ровно один консамер из каждой консамер-группы. То есть ситуация, как на картинке. У нас три партиции, два консамера. Соответственно, вот первый консамер читает из двух партиций, второй консамер читает из одной партиции. Не может быть ситуации, когда к одной партиции подключено сразу два консамера. То есть не могут первый и второй консамер из одной и той же консамер-группы читать из одной партиции. Это запрещено. За распределение консамеров по партициям отвечают два элемента. Первый это групп-координатор. Групп-координатор это на стороне Kafka один из брокеров, то есть один из узлов назначает себя групп-координатором для конкретной консамер-группы и обслуживает эту консамер-группу. Со стороны консамер-группы есть такая штука, как групп-лидер. Соответственно, один из консамеров в этой группе назначает себя групп-лидером. Почему так сложно? Потому что зачем нам нужен групп-лидер? Почему групп-координатор не сам определяет, какой консамер будет читать из какой партиции? Потому что групп-лидер это вы, это консамер. И вы можете вмешаться в работу этого самого групп-лидера, если вас не устраивает дефолтный алгоритм назначения партиции консамером. Вы можете настроить работу своего сервиса, настроить библиотеку так, что тот, кто станет групп-лидером, будет распределять партиции к консамерам таким образом, которым вам надо. Но при этом все равно к одной партиции должен быть прицеплен ровно один консамер. Окей. Соответственно, мы можем прийти к какой-то вот такой схеме. На данной картинке у нас есть две группы консамеров. Первая группа это push-notification, вторая группа это invoice. То есть у нас есть два разных сервиса. Каждый запущен в трех экземплярах. Вот у нас есть push, вот у нас есть invoice. У нас, опять же, для простоты есть три партиции в одном топике, да. Так как у нас у каждой консамер-группы три пода, то, соответственно, связь получается один к одному. В каждой партиции подключен ровно один потребитель из каждой консамер-группы. При этом, как видно на этой картинке, offset это характеристика, это свойство конкретного потребителя и конкретной партиции. То есть вот для данной партиции и для push-notification offset такой, а для данной вот такой. То есть вот здесь вот, допустим, у нас может быть gap, да, какая-то дельта между offset и концом партиции, а вот здесь ее нет. Это вполне ок, а вот здесь она какая-то еще больше. Опять же, как мы уже раньше видели, у разных приложений, у разных консамеров offset может быть разный для одной партиции. То есть это читает отсюда, это читает отсюда. Это окей. Отправитель сообщений всегда пишет в конец какой-то из партиций. То есть сообщение всегда попадает в какую-то из партиций, в самый конец. Какую партицию определяет отправитель? По дефолту MD5 от ключа, по модулю количество партиций. Но вы можете это дело как-то подхачить, если вам это надо. Так, вопросы. Эту концепцию брокера сообщений можно реализовать в своей BD. Ну, можно, конечно. Вы можете сделать свое собственное брокера сообщение. В чем смысл? Ну, в том, что вам не надо его делать. Опять же, что такое BD? У BD есть всякие характеристики, типа, сколько там данных вы там можете хранить и так далее. У брокера они могут быть значительно лучше. То есть брокер можно доставлять сообщения значительно быстрее, чем вы их будете читать из BD, подключаясь к этой BD десятками разных сервисов. Понятное дело, что это можно реализовать там по-разному. Там, можете свои собственные файлы реализовать, еще что-то. Ну, вот есть готовая реализация, у которой есть телебойные плюшки. Реализовать собственного брокера, ну, это большая сложная задача. Вряд ли у вас это получится прям быстро, сразу, хорошо, удачно и так далее. Поэтому мы используем готовых брокеров. Не совсем понял, зачем нам несколько партиций в топике вместо одной. Потому что, если у нас в топике будет одна партиция, то к этой партиции будет подключен ровно один консаймер, а все остальные консаймеры того же самого сервиса, той же самой консаймер группы, они просто будут курить бамбук, они не будут получать сообщений. Сейчас мы на это посмотрим. Кроме того, партиции могут быть разбиты по разным машинам, ну, и тем самым просто повышается скорость работы. То есть сообщение отдает не одна машина, а несколько машин. Если у вас кластер Кавки из нескольких машин, то тем самым вы увеличиваете скорость. Могут ли Рэббит и Кавка обмениваться сообщениями? Ну, конечно, могут. Вы можете написать какую-то штуку, которая берет сообщения из Рэббита, кладет их в Кавку и наоборот, берет из Кавки, кладет в Рэббит. Может быть, такие шлюзы уже сделаны, честно говоря, не знаю. Ну, в принципе, несложно сделать свой собственный. Еще вопрос. Как разрешается конфликт чтения записи в партициях? Честно говоря, не совсем понял, что за конфликт чтения записи в партициях. Запись идет в конец, чтение идет по какому-то офсету. Вы можете одновременно писать файл, читать из файла. Тут, по-моему, нет конфликта. Говорят наоборот, сейчас Кавка делают базой данных. Ну, как сказать, это в каком-то смысле база данных в том плане, что данные в ней хранятся. Но возможности по выборке этих данных, они как бы существенно ограничены. То есть вы можете выбирать данные просто по смещению. Если вас это устраивает, вот такая, скажем так, NoSQL база данных без каких-либо запросов, просто с выборкой данных по смещению, то да, Кавка – это вот NoSQL база данных. Но обычно все-таки база данных умеет выбирать данные не по смещению, а по ключу, либо по значениям полей. И в этом случае Кавка – это не BD. К Кавке можно докрутить верхнеуровневый инструмент, типа там KSQL DB, который умеет выборки данных, но надо понимать, насколько быстро все это работает. Как бы под низом там просто, ну, какой-то файл, да, вот партиция, в которой эти данные хранятся. То есть быстро выбрать данные с партиции не по номеру, а там по значению ключа у вас не выйдет. Вам надо просмотреть всю партицию. Иван спрашивает, есть ли у меня одно приложение, как я смогу прочитать все сообщения, если они раскиданы по разным партициям? Сейчас постараюсь на следующем слайде на это ответить. Андрей спрашивает, запись в Овсет, которая сейчас читается? Запись в Овсет, которая сейчас читается, невозможна. Запись всегда идет в конец. Обратите внимание, запись идет не по Овсету, запись идет в конец. Читайте же вы по Овсету, и вы не можете читать за пределами уже записанных данных. То есть когда сюда данные пишутся, вы их читать параллельно не можете. Они сначала запишутся, и только потом вы их сможете прочитать. Перезапись же ранее записанных данных невозможна. То есть запись всегда идет в конец. Поэтому нет никаких конфликтов. Что касается консаймеров и партиций, были ряд вопросов, давайте более подробно на этом остановимся. Вот ситуация, когда у нас консаймер-группа из двух консаймеров и четыре партиции. Соответственно, получается вот такая связь. То есть к каждому консаймеру прицепляются две партиции. При этом к каждой партиции прицеплен ровно один консаймер. Если бы консаймер у нас был один в этой консаймер-группе, то к нему были бы подцеплены все четыре партиции. То есть все четыре партиции, из них почитал один и тот же консаймер. Это окей. Другая ситуация, когда у нас 4 партиции и 5 консаймеров. В этой ситуации пятый консаймер ничего не делает. То есть он, в принципе, никогда не будет получать сообщения. Потому что к каждой партиции может быть подцеплен ровно один консаймер. Если у нас есть лишний консаймер, он просто будет как горячая замена. То есть пока все эти консаймеры живы, он сообщений получать не будет, в принципе. То есть если вы заведете топик с одной партицией, то к такому топику можно подключить ровно одного консаймера. Если вы попытаетесь подключить второго консаймера, он просто ни сообщений получать не будет. То есть если вы хотите распараллелить обработку сообщений, то вам нужно иметь заведомо какое-то значительное количество партиций, которые хватит для вашего распараллеливания. При этом мы посмотрим, что в кафке желательно заранее предсказать, сколько вам партиций понадобится. То есть если вы, допустим, создадите топик с одной партицией, вы, да, можете потом добавить новые партиции. Но это приводит к опленным проблемам. Поэтому желательно сразу при создании топика определиться, а вот сколько максимум консаймеров мне надо. То есть какой у меня будет трафик сообщений и с какой скоростью я их буду обрабатывать. И, исходя из этого, создать заведомо нужное количество партиций. Вот самая правая картинка. Здесь есть небольшая ошибка. Вот здесь надо читать консаймер групп 2. То есть это две разных консаймер группы. Получается, что вот в первой консаймер группе 4 консаймера, во второй консаймер группе 2 консаймера. Получается, что это два разных логических получателя. Они совершенно друг от друга независимы. И они читают сообщения параллельно. То есть они не конкуренты. Любое сообщение из партиции 0 получит как кто-то из вот этой вот группы, так и кто-то из второй группы. При этом в разных консаймер группах может быть разное количество консаймеров. Допустим, вот здесь 4. Здесь связь 1 к 1. Здесь 2. Здесь получается, к каждому консаймеру прицеплено по 2 партиции. Лекс спрашивает. То есть для каждой партиции нужно запускать отдельный поток? Нет, смотрите. Если приложение одно, то вы просто запускаете это приложение. И оно вот ситуация. Да, у нас одно приложение. Ну, здесь 2. Ну, представим, что одно. К нему подцеплены, будут подцеплены просто 4 партиции. Все эти партиции, ну, ваше приложение, когда прицепится к Kafka, оно будет получать сообщение из всех 4 партиций. Kafka сама это разруливает. Ну, по дефолту, как бы, библиотека и Kafka это разрулят. То есть вы получите, вы прицепитесь к нужному числу партиций. Если, допустим, у вас было одно приложение, оно будет прицеплено ко всем 4 партициям. Появится второе приложение, Kafka определит этот факт и переприцепит. Произойдет так называемая перебалансировка и поменяется привязка. Про перебалансировку сейчас поговорим. Консаймеров запускает не Kafka. Консаймеров запускаете вы каким-то образом. Например, в Кубернейте, либо просто сами руками запускаете, либо еще как-то. То есть Kafka про консаймеров ничего не знает и узнает в момент, когда они к ней подключаются. Пока вы их не запустили, она не знает, что запускать. Роман спрашивает. Современных систем из большой нагрузки разве не автоматические дополнительные партиции для топика при необходимости? Нет, автоматические партиции не создаются. Это ваша задача как разработчика кластера Kafka. Правильно ли я понимаю, что у всех партиций в одном топике одинаковые сообщения? Нет, неправильно, потому что у нас сообщение пишется в конкретную партицию. Либо в эту, либо в эту, либо в эту. Поэтому в каждой партиции будут свои собственные сообщения. Каждое сообщение будет записано в какую-то конкретную партицию. Как понять, что мне надо создавать еще одну партицию или пора делать новый топик? Ну, это ваша задача как разработчика системы. Если у вас есть какой-то принципиально другой набор сообщений, то есть вот есть сообщение про заказ, а у вас есть еще сообщение про клиента, вы можете решить, что это заслуживает нового топика. А можете решить, что это будет класса в один топик. Ну, это зависит от того, что вы там будете с этими сообщениями делать. То есть вы, как автор системы, должны принять такое, либо сякое решение. Лекс. Сегодня попробовал, если не указать партицию, то по дефолту ставится ноль. Ну, вы не можете как бы не указать партицию, она должна быть так или иначе указана. Что будет, если не указать? Ну, честно говоря, не знаю. Может быть и ноль. По дефолту, как бы если не указать партицию, то должен сработать алгоритм партиционирования, который должен, ну, по дефолту, опять же, он выбирает партицию, как я уже сказал, берет хэш ключа и делит его по модулю на количество партиций. Почему не рассматриваете NUTS? Не знаю, что такое NUTS. Consumer Group – это параметр, который передается при подключении консюмера. Да, когда консюмер подключается, он сообщает свою Consumer Group. Фактически это некое имя сервиса, например, либо что-то в этом духе. Kafka как бы все равно, что это, но вот если оно одинаковое, то она считает, что это одна и та же Consumer Group. Окей, пойдемте дальше. Что касается апсетов. Например, консюмер читает сообщения по некому апсету. Когда он эти сообщения прочитал и обработал, он выполняет так называемый коммит-авсет. То есть передает вот этот как бы закомиченный авсет обратно в Kafka. Это надо, если авсет хранится на стороне Kafka. Если авсет хранится на стороне консюмера, то это не надо. Консюмер просто сам решает, по какому авсету читать. Если авсет хранится на стороне Kafka, то консюмер должен авсет комить. А по умолчанию почему-то сделано так, что коммит-авсет происходит... Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вот в Kafka сообщения передаются не по одному. В Kafka сообщения передаются патчи. То есть когда вы говорите, я хочу прочитать из Kafka сообщения, Kafka вам пришлет не одно сообщение, а может присылать целую пачку сообщений, допустим, 100. То есть вы передаете там авсет 50 и получаете 100 сообщений, ну, если они есть. Дальше вы эту пачку сообщений обрабатываете. Допустим, вы эти 100 сообщений обработали и сказали Kafka, что вот мой коммит-авсет 150. По дефолту происходит немножко не так. По дефолту, когда вы эти 100 сообщений обработаете, библиотека еще подождет какой-то тайм-аут. И после истечения этого тайм-аута скажет Kafka, что вот теперь коммит-авсет 150. Если в процессе этого тайм-аута консаймеру станет плохо, он грохнется, то Kafka не узнает, что теперь коммит-авсет 150. Она будет считать, что коммит-авсет по-прежнему 50. И когда консаймер поднимется, он получит снова вот эту пачку из 100 сообщений. Поэтому часто коммит-авсет сообщают после обработки каждого сообщения. То есть вы получили пачку из 100 сообщений, обработали первое, сказали, что вот я обработал, у меня теперь коммит-авсет 51. Второе, 52, ну и так далее. Соответственно, если консаймер грохнется, то Kafka ему передаст новые сообщения, начиная с последнего коммит-авсета. Как бы это меньше шансов, что сообщения будут задублированы. Однако из моих объяснений, наверное, вы поняли, что с дублированием сообщений в Kafka как бы проблемы есть. И ваша задача заняться дубликацией, либо использовать только эдемпатентные сообщения. Коммит-авсеты хранятся в специальном топике, если вы выбираете, храните их на стороне Kafka, за который отвечает координатор группы. При этом топик реплицируется на остальные брокеры тоже. Ну, как бы это технические детали, которые для начала могут быть не особо интересны. А что происходит, когда в консаймер-группу вступает новый консаймер? Начинается так называемая перебалансировка. То есть вот, допустим, у нас была консаймер-группа из двух консаймеров и шесть партиций. Вот было такое разбиение. 0, 2, 4 обслуживал первый консаймер, а 1, 3, 5 обслуживал второй консаймер. Третий консаймер возник и хочет вступить в ту же самую консаймер-группу. Kafka это понимает и запускает процедуру перебалансировки. Процедура перебалансировки заключается в том, что доставка сообщений текущим консаймерам останавливается, пока текущие консаймеры не обработают вот эту пачку сообщений, которые они уже получили и не пришлют коммита в сет. Когда это произойдет, выполняется перепривязка консаймеров к партициям. То есть теперь консаймер может начать обрабатывать другие партиции. Ну и, соответственно, вот теперь у нас три консаймера на шесть партиций. Соответственно, по дефолту каждый консаймер будет иметь две партиции. При этом какие-то партиции из текущих консаймеров могут уйти, перейти к другим и так далее. После того, как перебалансировка завершена, снова начинается обработка сообщений. То есть обработка сообщений останавливается на перебалансировке. В случае Рэббита, например, это не так. То есть там добавление нового консаймера, либо его удаление не приводит к каким-то паузам. А в случае Кавки это так. Если консаймер обрабатывает сообщения долго, вот свою пачку обрабатывает долго, то на все это время обработки поступление новых сообщений просто прекратится. Поэтому нежелательно часто выполнять перебалансировку. Это просто может привести к каким-то заметным паузам. Если дефолтный алгоритм присваивания партиции к консаймерам вас не устраивает, то вы можете в него вмешаться. За счет того, что в этом алгоритме участвует лидер, в том числе среди консаймеров. Соответственно, вы можете перенастроить библиотеку, вмешаться в этот алгоритм и как-то более хитро присваивать партиции к консаймерам. Что касается репликации. Я уже говорил, что такая опция есть. Вы можете настроить фактор репликации. Если вы его настроите больше, чем один, то партиция будет дублироваться на разные ноды нашего кластера. Вот здесь, допустим, настроен фактор репликации 3. Соответственно, каждая партиция хранится в трех экземплярах, на трех разных брокерах. Если один из брокеров пропадет, то просто данные сохранятся. Ну, соответственно, если вам репликация не нужна, вы настраиваете фактор 1. Если нужна, то желательно настраивать 3 либо более. Какие гарантии дает Kafka? Если сообщение B отправляется после сообщения A в ту же самую партицию, в тот же самый топик, то у него будет оксет больше. То есть сообщения хранятся в партиции последовательных, друг за другом. Если у нас включена репликация, то сообщение, которое доставлено только в, условно, в одну реплику, оно еще недоступно получателям. Сообщение считается закомиченным, считается как бы принятым Kafka, когда оно будет доставлено во все реплики. Ну, опять же, это можно настроить, если вам такие гарантии не нужны. Соответственно, читать можно только закомиченное сообщение. То есть сообщение, которое получили все реплики, которое как бы гарантированно будет сохранено. И такие закомиченные сообщения не будут потеряны до тех пор, пока хотя бы одна из реплик жива. Ну, логично. Что касается надежной отправки. Вы сами регулируете степень надежности. Есть такой параметр, как ASKS. У него есть три значения. Значение 0 означает, что если сообщение отправлено в Kafka, то оно считается доставленным. То есть неважно, удалось в Kafka получить это сообщение, удалось его сохранить и так далее. То есть просто вы отправили и окей. ASKS 1 означает, что сообщение доставлено, если лидер, ну, то есть реплика, которую вы отправляли, это сообщение, сохранила его на диск. При этом остальные реплики могут еще сообщение не получить. Соответственно, в случае ASKS 1, если лидер взял и помер, то сообщение будет просто утрачено. Если вас это не устраивает, то вы можете передать ASKS равно all. Это означает, что сообщения должны получить все реплики. То есть не только лидер, но и все остальные реплики тоже. Только после этого Kafka скажет, что сообщение успешно принято. Ну, понятное дело, что это и наиболее тормозной вариант для продюсера сообщений. В отличие от Rebbit, у Kafka pool модель. То есть Kafka не сама отправляет сообщение получателям, а получатели запрашивают сообщение у Kafka. То есть не Kafka отправляет сообщение, а получатель приходит в Kafka и говорит, дай мне сообщение, начиная с такого-то offset. Кроме того, Kafka, в отличие от Rebbit, работает с батчами сообщений. То есть она пытается отправлять сообщение не по одному, а объединив в какие-то пачки. Ну, понятное дело, что все это требует времени. То есть вы запросили новые сообщения, есть одно новое сообщение. Но Kafka не отдаст вам его мгновенно. Она попробует подождать, а может появится еще новое сообщение, чтобы она могла вам отдать пачку. То есть latency получается похуже за счет вот этого ожидания перед каждым запросом данных. Если вы добавляете партиции на горячую, то это приводит к потере всяких гарантий очередности. Поэтому добавлять партиции в уже работающий кластер, но обычно не сильно хорошая идея, если вам нужны гарантии порядка. Это означает, что уже при создании кластера, при создании топика, вы должны думать над тем, какое количество партиций там будет. Сообщения в рамках партиции имеют гарантированный порядок. Kafka из коробки умеет масштабирование и отказоустойчивость. Она создавалась именно, имея это в виду. В отличие от того же Rebbit. То есть Rebbit тоже можно масштабировать, но это было приключено позднее, поэтому имеет ряд нюансов в Kafka с этим получше. Если сравнить Kafka с Rebbit. У Kafka более высокая пропускная способность, то есть она рассчитана на большие объемы данных. С другой стороны, у нее похуже лейтези. Опять же, обратная сторона – высокая пропускная способность. Kafka, в отличие от Rebbit и в отличие вообще от всех других систем обмена сообщениями, хранит сообщения даже после доставки. То есть сообщения всегда можно перечитать. В Kafka из коробки есть репликация. В Kafka сложнее в настройке и запуске. В Rebbit с другой стороны лучше лейтенси, то есть отдельное сообщение проходит быстрее и значительно более гибкий роутинг. То есть в Kafka никакого роутинга нет. И отправитель и получатель работают с топиком. То есть топик – это жесткая связь, которая связывает одного с другим. В Rebbit такой жесткой связи нет. Там отправитель работает с экшенжем, получатель работает, соответственно, с очередью. Да, еще такой момент. Kafka тоже, понятное дело, не хранит сообщения вечно. То есть место на диске заканчивается и так далее. То есть сообщения из Kafka рано или поздно удаляются. Политику удаления настраиваете вы. То есть вы можете для одного топика настроить одну политику, для другого топика – другую политику. Можно настроить TTL, сколько сообщений будет жить. Можно настроить удаление по превышению какого-то размера. То есть вы задаете максимальный размер топика, и при его превышении просто старое сообщение будет грохнуто. Можно настроить то и другое сразу. Можно все это отключить, но при этом, соответственно, топик будет расти бесконечно. Может быть, у вас там такой топик, в котором сообщений мало, и как бы окей, он просто будет медленно расти. Ну, как бы дисковое пространство сейчас недорогое. Ну, по дефолту, соответственно, настраивают какое-то время жизни, либо какой-то максимальный размер. Так, были вопросы, давайте я быстренько по ним попробую пробежаться. Как понять, сколько партиций в топике, чтобы мне прочитать из всех? Ну, вы должны как-то прикинуть пропускную способность вашего сервиса. То есть если ваш сервис обрабатывает там 100 сообщений в секунду, а генерируется у вас 200 сообщений в секунду, ну, вам нужно как минимум 2 партиции, а лучше 4 просто для гарантии. Почему? Так, консервный групп, это так, это я отвечал. Вот, кстати, изменение размера оффсета на лету возможно? Да, вполне возможно. То есть вы... А что такое размер оффсета? Оффсет не имеет размера, аффсет не имеет. Это просто позиция. Вы можете на лету менять позицию, да. Если вам не нужны все сообщения, вы просто можете прочитать там 1, 10, 2, 100, в любом порядке, в любых вариантах. Если я могу для создания нового топика или партиции руководствоваться разделением по сущностям, то есть ли смысл с точки зрения эффективности передавать партизу одного топика примерно... Ну, смотрите, разделение по топикам обычно делается исходя из гарантии порядка. Если вам такие гарантии не нужны, вы можете использовать разные топики. Для всех сообщений, где вам нужны гарантии порядка, вы обязаны использовать один топик. Более того, вы должны обеспечить, чтобы те сообщения, для которых важен порядок, укладывались в одну партицию. Например, если вам для операции с заказом важен порядок, то вы можете в качестве ключа использовать номер заказа. При дефолтном алгоритме партиционирования получится, что все сообщения, относящиеся к одному заказу, будут уложены в одну партицию. И для них будет гарантия порядка. Если, допустим, вам гарантии порядка не нужны, но у вас там очень много операций с заказами, вы можете разбить их по типам на разные топики. То есть один топик – это создание заказа, другой топик – это там, не знаю, добавление товара в заказ. Ну и так далее. Есть ли смысл передавать в партиции одного топика примерно... Так, это я ответил. Как понять, сколько партиций в топике? Так, Иван, я, по-моему, ответил. Ну, то есть вы понимаете, исходя из пропускной способности. Консамеру, в принципе, не нужно понимать, сколько партиций в топике, потому что Kafka обеспечит подключение консамеров ко всем партициям. Так либо иначе. Сколько бы консамеров не было. Единственное, что какие-то консамеры могут оказаться без дела. Роман, я слышал, что Rabbit отправляет на клиент Hitbit, чтобы понять, что он жив. А Kafka как делает? Ну, наверное, делает. Честно говоря, таких деталей я прям не знаю. Да, ну, как-то они определяют, что клиент жив. То есть если клиент помер, то рано или поздно кто-то другой поймут, что клиент помер. Так, можно ли читать без консюмер-группы? Нет, читать без консюмер-группы нельзя. Так или иначе вы будете относиться к той либо другой консюмер-группы. Что-то изменится? Ну, все читатели с одинаковой консюмер-группой будут конкурировать за сообщения. То есть сообщения будут доставляться только одному из них. А читатели с разной консюмер-группы будут получать одни и те же сообщения. То есть они не будут конкурировать. То есть, по идее, у вас консюмер-группа – это, собственно, вот ваш логический сервис. Kafka хорошо срабатывает в нагруженных многопоточных интеграциях с одним отправителями и одним получателем. Ну, почему? Получатели и отправители, может быть, сколько угодно, не обязательно один. Да, Kafka заточена, будет большое количество сообщений. С другой стороны, вполне возможно, что и Revit вас тоже устроит. То есть не каждый пишет Google. Вполне возможно, что Revit, а вам тоже хватит. Без консюмер-группы читать можно. Ну, а как вы будете читать без консюмер-группы? Так или иначе она у вас будет. Ну, насколько я знаю. Может быть, я не прав, но, по-моему, именно так. Вы, конечно, можете не использовать механизм консюмер-группы, если вы будете просто явно указывать оффсет. То есть если консюмер указывает оффсет, то, как бы, да, тогда, наверное, консюмер-группа вам не нужна. То есть вы указываете оффсет, из этого оффсета читаете принудительно. Кролик – хорошее решение для множества интеграции, точка-точка с небольшим объемом передачи, но сложно от прогнозируемым. Ну, кролик – хорошее решение, если вам нужен гибкий роутинг. Если у вас будет, ну, не прям гигантское количество сообщений, то вполне возможно кролик вас устроит. Опять же, ключевое преимущество Кавки – то, что она хранит сообщения долго. Ну, вы сами решаете, сколько, но это может быть какое-то долгое время. В случае кролика сообщения не хранятся, то есть сообщение, если оно было прочитано, оно тут же будет удалено. Может быть, вот этот факт вас не устроит, тогда у вас нет альтернатив, вам нужна только Кавка. Так, Lex – это, видимо, про без консюмер-группы. Ну, да, если мы сами следим за офсетами, то, в принципе, консюмер-группы нам не сильно волнует. Окей, мы уже превысили наш тайминг. Ну, давайте прям совсем-совсем быстро посмотрим небольшую демку. Соответственно, демка у нас будет на том же самом спринге. Кавка у меня, по-моему, уже запущена. Да, Кавка у меня запущена. Соответственно, здесь у меня есть консюмер и продюсер. Какого-то UI в Кавке по дефолту нет, в отличие от Rebbit, то есть встроенной админки нет. Можно поставить отдельные админки, но я этим не заморачивался. Есть там веб-админки типа Кавка, Кавка-дроп, по-моему. Есть всякие десктопные приложения. Типа там, допустим, какого-то, Кавка-эксплора, по-моему, называется. Еще чего-то. Ну, в общем, не суть, я их все равно не ставил. Соответственно, я запускаю продюсера и консюмера. У продюсера у меня есть веб-морда, у консюмера у меня никаких морд нет. Он просто будет писать влог. Допустим, я сразу запущу несколько консюмеров. Во-первых, я хочу сказать, что у меня у партиции, у топика две партиции. То есть я сейчас запущу три консюмера, и только два из них будут получать сообщения. То есть вот я запускаю три консюмера. И я запускаю еще одного консюмера из другой консюмер-группы. То есть у меня получается две консюмер-группы. В первой консюмер-группе первый, второй, третий. А во второй консервной группе вот этот вот, 3-2. И один, соответственно, продюсер, у которого есть веб-морда. Веб-морда имеет тот же самый похожий гуй. Соответственно, здесь у меня гуй все-таки немножко другой. Я указываю топик. Сейчас, секунду, вспомню, какой топик. А топик у меня просто топик один. Так. Здесь у меня интерфейс позволяет отослать сообщения в диапазоне ключей. То есть, она сейчас отправит то ли 9, то ли 10 сообщений с ключами от 1 до 10. Ну, да, там не сильно важна. В принципе, любая. То есть, у меня сейчас идет то ли 9, то ли 10, я не помню, сообщений в топик один. И давайте посмотрим, что мы из этого получим. Ну, во-первых, консамер 3-2, который имеет свою собственную консамер-группу, получил все 9 сообщений. Причем, обратите внимание, порядок сообщений у меня несколько нарушается. Почему он нарушается? Потому что две партиции, даже если из двух партиций читает один консамер, то порядка никакого не будет. То есть, порядок у нас только в пределах одной партиции. А вот у нас были прочитаны, видимо, одна партиция. А вот была прочитана другая партиция. При этом консамер 1 получил... Не получил ничего. То есть, вот это вот то, что мы видим, а это у нас была перебалансировка. Не получил ничего. Консамер 2 получил вот эти три сообщения из одной из партиций. Вот 2, 5 и 6. Этот консамер получил оставшиеся. 1, 3, 4, 7, 8, 9. То есть, получается, что две партиции. Один консамер курит бамбук. Два других получают сообщения. Все они относятся к одной консамер-группе. Четвертый консамер относится к другой консамер-группе. Поэтому он получает все сообщения, которые были доставлены в любую из этих вот двух партиций. Если я буду отправлять сообщения с одним и тем же ключом, то в отличие от Rebbit, эти сообщения получит только один консамер из первой консамер-группы. Давайте этот факт проверим. Пошлем... Пошлем 10 сообщений с ключом 11. Сейчас было отправлено 10 сообщений. Соответственно, вот этот получил их все. А из этих трех сообщений все получил только один. То есть, если я отправляю сообщение в одну партицию, если у меня один ключ, то сообщения по дефолту будут доставлены в какую-то одну партицию, их получит только один консамер из каждой консамер-группы. То есть, если так случится, что у меня ключ сообщений одинаков, и они попадают в одну партицию, то только один консамер будет работать с каждой консюмер-группой. Поэтому это плохой вариант, и желательно, чтобы ключи такие были разные. Соответственно, если я, допустим, сейчас вот этого консамера грохну и снова отправлю какие-то сообщения, давайте с ключом 21, давайте теперь 5 сообщений, то первая консамер-группа, понятное дело, их получит. Если я вот этого консамера запущу, то он при запуске все эти 5 сообщений прочитает. А вот он их получил. То есть Kafka сохранила его offset, он запустился, получил offset от Kafka и прочитал сообщения, начиная с этого offset. Все новые сообщения он получил. Ну, то есть вот примерно таким образом. Так, давайте я сейчас добью занятие, а после этого еще поотвечая на вопросы, если таковые остались. Соответственно, как бы занятие у нас на всем закончилось, и пошел финальный блок, это знакомство с командой и программой курса. Как у нас выстроен процесс обучения? У нас есть вот подобные вебинары, которые происходят онлайн, вживую, это не записи. Вебинары происходят с понедельника по пятницу, обычно два занятия в неделю. Все материалы, все записи остаются в вашем личном кабинете и доступны пожизненно. То есть вы имеете доступ к своему личному кабинету и будете иметь пока отус жив. Помимо вебинаров, есть еще домашние задания. Домашние задания позволяют вам что-то поделать, преподаватель потом это домашнее задание проверит и даст вам какой-то фидбэк, какую-то обратную связь. Сколько вы сделали домашек, фигурирует вы в вашем дипломе, назовем это так. Также, помимо обычных домашек, есть еще так называемая проектная работа. Проектная работа – это какой-то большой проект, который вы делаете на протяжении всего курса. Вы выбираете его тему, либо сами, либо одну из предложенных, и делаете весь курс. В конце курса вы ее защищаете, и этот факт тоже находит отражение в вашем дипломе. В процессе курса вы можете общаться в чатике, вы можете задавать вопросы преподавателю на лекции, ну, либо спрашивать в чатике у коллег, либо у преподавателей. Соответственно, занятие длится, ну, по науке час тридцать, то есть два академических часа, но обычно мы, получается, два астрономических часа. При этом требуется порядка еще четырех-восьми часов в неделю на домашнюю работу. Ну, плюс-минус, смотря как быстро вы ее будете делать. Давайте посмотрим конкретно на наш курс. Кстати, стартует он 31 мая, два дня в неделю занятия, и сам курс длится четыре месяца. Курс по, соответственно, архитектуре и шаблоны проектирования. Курс не привязан к какому-то конкретному языку программирования, но предполагается, что один из ООП языков вы знаете, и, собственно, на нем вы будете делать ваши домашки. Ну, и желательно, чтобы это был какой-то плюс-минус популярный язык, чтобы вы могли получить какой-то фидбэк от преподавателя. Если вы будете делать домашки на брейнфаке, то, понятно, фидбэка не будет. У нас два открытых урока. Вот это первый, который сегодня я вам читаю. И 11 мая будет второй от автора нашего курса, от руководителя нашего курса, моего тезки Евгения Тюменцев. Приходите, он читает очень интересно. Предполагается, что вы знаете один из ООП языков, ну и желательно один из вот этих вот. Можно и какой-то другой, но просто меньше шансов получить фидбэк. Что касается программы. Программа разбита на 7 модулей, ну, собственно, 6 модулей плюс проектная работа. Проблема сложности, сложность тестирования, скорость разработки ПО, здесь всякие там солиды, общие шаблоны, расширяемая фабрика и некоторые паттерны из ГОПа. Четвертый модуль – это масштабирование, интеграция, как раз вот наша система обмена сообщениями, архитектура приложений, построенного на таких системах. Пятый модуль посвящен в основном микросервисам и девоксу, собственно, time-to-market, несколько занятий по микросервисам и парочка занятий по девоксу. Шестой модуль – это остатки ГОПовских шаблонов проектирования. И седьмой модуль – это защита проектной работы, ну, и догон всяких домашних заданий. Как я уже сказал, есть выпускной проект, собственно, вот вы его защищаете на седьмом модуле, на 31 занятии. Если до этого занятия дойдут много людей, то, может быть, поставят еще несколько занятий, чтобы все успели защититься. Как я уже сказал, есть онлайн занятия, вот примерно то, что я прочитал сегодня. Есть домашние работы, которые вы делаете на протяжении всего курса. Вот такой вот сертификат вы получаете в конце. Небольшой блок по корнирной информации. Наш менеджер походил по хиткантеру, нашел вот такие вакансии по шарпу, питону и джаве. По джаве больше всего, ну, по шарпу с питоном тоже немало. Можно сказать, что примерно одинаково, да, во всем трем. Примерно вот такие средние зарплаты. Опять почему-то пожали больше всего, но плюс-минус одинаково, да. Даже по питону больше, чем по шарпу. Интересно. Что касается навыков, обычно, когда ищут медла, либо семьера, уже помимо, как бы, знания, собственно, языка программирования, требуют знания всяких архитектурных концепций. Часто на сабвесах возникают вопросы по солиду, по паттернам, и желательно эти паттерны как-то уметь применять, уметь с ними работать. И, собственно говоря, на это нацелен наш курс. Плюс мы смотрим несколько разных подходов, собственно, уже к более высокому уровню архитектуры системы. То есть система, основанная на микросервисах, система, основанная на брокерах сообщений, ну и так далее. Начиная с уровня медла, обычно все это очень сильно постребовано. Окей. Давайте я еще попробую поотвечать на вопросы, если таковые остались. Так. Только надо понять. Так, вот, я так понимаю, вопрос Евгения. Лекция исключения или курс состоит из лекции об инструментах? Нет, курс состоит не про инструменты. Программ, который, собственно говоря, уже показывал. Здесь по большей части всякие разные паттерны. Солид, вывод этих паттернов из солид. Небольшой блок по микросервисам. Ну и вот небольшой блок по Рэббиту и Кавке, как такой, так сказать, более практический. Если с Рэббит нужно проводить дедупликацию, если запрос не демпатентный, нужно ли это делать в Кавке? Да, нужно. То есть Кавка вроде как обеспечивает какие-то гарантии дедупликации. То есть она это делает на своей стороне по идентификатору сообщения, но там надо очень тщательно читать. И, скорее всего, до конца она ее не сделает. Просто нет у нее такой возможности. Поэтому, да, вам нужно заниматься депликацией самостоятельно, если у вас не демпатентное сообщение. Сегодня вебинар в режиме Рэббит. Ну, как-то так. Вы не так давно уже ввели вебинар, я его пропустил. Да, это, собственно говоря, он же самый, просто у нас иногда по разным курсам пересекается тема. Вот Рэббит и Кавка фигурируют не только в архитектуре, но и, допустим, еще и в курсе микросервисов. Для каких проектов лучше подходит Кавка? Для каких кролик? Ну, сложно сказать, что вот прям для каких-то. То есть смотрите на ваши требования. Собственно говоря, пытаетесь сделать какой-то тестовый прогон. Выдержит ли ваша система обмена сообщениями ваше количество сообщений? Вот из этих принципов вы выбираете. Рэббит такой, скажем так, более классический. То есть многие другие системы работают по тому же принципу. Сообщения удаляются после доставки. Там какой-нибудь MBMQ точно так же работает. Какой-нибудь Mosquito точно так же работает. Ну, единственное, там внутри, конечно, есть куча различий по логике их работы, по маршрутизации и так далее. Но вот основная идея, она примерно такая же в очень большом количестве систем обмена сообщений. Кавка в этом отношении уникальна. То есть если вам нужно, допустим, хранение сообщений после их доставки, то это как раз Кавка. Надеюсь, ответил. Так, и еще, коллеги, я прошу вас пройти опросик. Ссылка на опрос сейчас кину в чат. Очень сильно нам такие опросы помогают. Поэтому, пожалуйста, потратите несколько минут и пройдите его. На всем у меня все. Если остались какие-то вопросы, то спрашивайте. Надеюсь, с целями вебинара мы их достигли, с принципами основными ознакомились. Ну, а дальше, соответственно, надо применять и в процессе применения натыкаться на грабли, их решать, ну и так далее. Доступ запрещен. Видимо, к опросу. Так, может быть, я не ту ссылку кинул. Так, а давайте вот такую ссылку. Надеюсь, она будет живая. Да, ссылку на гидкап с примерами можно. Сейчас одну секунду в чатик кинул. Примерно на спринге, но там как бы ничего военного нет. Поэтому я думаю, что какой-то мега ценности в них и нет. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Поэтому без проблем. Так, вот эта ссылка по Kafka, вот эта ссылка по Rebbit. Я еще пару минут здесь побуду. Если у кого-то есть вопросы, то спрашивайте. Да, на LinkedIn я вроде был. В принципе, вопросы можно, если что, писать в Телегу. Она вот. Сорян, это не Телега. Телега вот. Окей, я смотрю, поток вопросов закончился. Надеюсь, на все ответил. Всем хорошего вечера и продуктивной рабочей недели. До свидания. Я сворачиваюсь. Продолжение следует.